Ирина Облицова приехала на прием к главе района из Владимирского поселения. Женщину волнует безопасность детей. Она просит Александра Сачикова решить вопрос установки ограды вокруг игровой площадки. В декабре ограждение будет стоять. Все будет. Уже секции. Они уже варят ограждение, секции для детей. Уже все формы разработали. Глава сельского поселения подтвердила, что работы уже ведутся и завершатся к концу этого года. А безопасность детей всегда была и остается приоритетом. Александр Сачиков поинтересовался и другими вопросами сельской жизни. Что удалось сделать в этом году в плане благоустройства, отметил позитивные перемены, обсудив вопросы газификации Владимирской. Еще одна жительница того же поселения приехала решать вопрос на уровне районной власти. Клавдия Ковалева услышала положительный ответ, но уже по поводу ремонта дороги по улице Чапаева в станице Владимирской. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, подписан контракт на проведение ремонтных работ и улучшенная дорога. Улица Чапаева станет подарком станичникам к Новому году. Работы будут выполнены до конца декабря. Следующая посетительница из Засовской. В станице всего один детский сад на 40 мест. Еще 25 детей ждут своей очереди. У нас такой вопрос, когда будет достроен дополнительный модуль детского сада в станице Засовской. Ответ на этот вопрос женщина получила от начальника управления по дошкольному образованию. В станице видят, что ведется строительство модульного группового помещения. Но вот когда же малыши пойдут в садик, именно это интересует родителей. До 31 декабря работы будут завершены. На сегодняшний момент, на данный момент, сегодня делают освещение в этом модуле, канализацию. Всю сантехнику привезли, плиточка закуплена. Привезены малые архитектурные формы. Вчера предоставлен пакет документов по газификации. Полностью мы изготовили проектно-сметную документацию, защитили ее. Сегодня мы получаем лимиты в крае. Лимиты будут получены на следующей неделе ориентировочно к пятнице. Созвонились мы с края газа. Сегодня монтируются котлы. Сегодня уже подъехал Горгаз. Присоединяет газораспределительные сети. То есть, как раз мы на финише буквально. Торжественное открытие модульной группы детского сада в станице Засовской запланировано на первые рабочие дни нового 2015 года. Общероссийский прием, который проводится в день конституции, имеет определенную особенность. Не то чтобы вопросы в этот праздничный день чем-то отличаются от повседневных. Просто ответственность иная. Хотелось сегодня наших земляков поздравить с днем конституции. Это большой государственный праздник. И в этот праздник мы встречаем людей. Тех людей, у которых есть проблемы, есть дела. И вот сегодня, как говорится, такой праздничный день орех сказать кому-то нет. И поэтому стараемся достаточно непростые проблемы, скажем так. На приеме были жительницы станицы Владимировской, станицы Засовской. Проблемы благоустройства, проблемы обустройства детских площадок, проблемы детского сада. Это все на сегодняшний день. Вот то, что мы проговорили, это все выполняется. И будет к концу этого года сдано или в начале уже следующего года. То есть та ответственность, которая в этот день ложится на тех, кто ведет приемы, она достаточно высокая. Потому что люди будут помнить, что мы приходили в день конституции. Мы приходили со своими проблемами. Поэтому прием ведут все мои заместители. Вопросы, которые касаются непосредственно и которые решает глава района. Значит, в первую очередь сюда направляются люди, которые приходят на прием. Поэтому сегодня работает очень большое количество работников администрации, которые по своим направлениям также ведут приемы. Поэтому сегодня существует добрая, хорошая обстановка взаимного понимания для того, чтобы решить насущные вопросы. Главы городского поселения 12 декабря тоже приемный день. К Алексею Матыченко идут с семьями. Ведь вопрос касается жилья и дальнейших перспектив развития инфраструктуры микрорайона Северный. Когда же там будут дороги, электричество и вода? Эта семья уже успела построить дом на Рождественской. Все знают, что многие люди уже ждут дороги, ждут свет. Но о Азии уже говорить не приходится. Что конкретно хотелось бы услышать? Предпринимаются какие меры, чтобы решить этот вопрос? Потому что этот вопрос назрел уже. И мы дом там построили. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что случилось так, как случилось. Орозные участки без инфраструктуры и так далее. И естественно, что местный бюджет не сможет за счет своих средств, бюджет города, допустим, обеспечить этим всем. Поэтому здесь сегодня в стране применяются такие методы, как программы государственные, программы отжилища, чтобы подойти вплотную к газификации микрорайона Северный. Плюс сразу, естественно, у нас там же вопросы и дачных, и кирпичного, и химик. Это одна и та же проблема. Сегодня окраин города. Поэтому этой проблемой тоже занялись. Но я думаю, что в следующем году мы ее с мертвой точки сорвем. У нас дальше уже просто некуда. И нельзя. Мы прекрасно это все понимаем. Также в этот день глава города давал ответы про щитки Константиновского канала, укреплению берегов. Интересовались жители и вопросами жевания земельного участка под многоквартирным домом.